У нас сегодня известный композитор Дмитрий Игнатьевич Воевода. Он очень скромный человек, но 65 хоровых, музыкальных, духовных произведений написано им. Это большой труд. Я бы очень хотел, чтобы вы вспомнили такие псалмы, как мы вчера говорили, как вожделенны жилища твои. Бог крепкий. Кто поверил слышанному от нас? Над всеми этими произведениями работал Дмитрий Игнатьевич. Смотрите, пожалуйста, все находящиеся в зале, как часто вам приходилось разговаривать с композиторами? Наверное, очень редко, правда? Мне, например, очень редко. Дмитрий Игнатьевич, я вас приглашаю на сцену. Буквально несколько вопросов. Если вы захотите нам ответить, выйдите, пожалуйста. Я вам даю свой микрофон, самый хороший. Самый хороший микрофон, слава Богу. Дмитрий Игнатьевич, после вчерашнего служения, ну и до этого мы думали, я, например, не знал, какой Дмитрий Игнатьевич. И люди спрашивали, какой он, сколько ему лет? Я бы хотел тоже, чтобы вы ответили на этот вопрос для людей. Если вчерашний ответ сегодня давать на вчерашний вопрос, то мне 76 лет. Это было совсем недавно, 20 февраля. О, вы в феврале родились? Четыре дня всего разница. Я 24 февраля. Опять, видите, близко к композитору. Дмитрий Игнатьевич, тогда вы ответите, наверное, такой вопрос. Вот этот псалом, который так нравится многим и поется в многих братства, как вожделенное жилище твои. Как все-таки он был написан? Вот как Бог положил вам это на сердце? Были большие семейные трудности, особенно с жильем. И многие из вас переживали что-то подобное, наверное. И я переживал очень много и обращался в разные инстанции, как там было в Союзе принято, насчет жилья и других вопросов. И мне, люди, которые не верили Богу, которые в 72-м псалме вспоминаются еще библейскими мужами, мне говорили, оставь свою секту, будешь иметь жилье и в жилье. А я говорил, истинно познаю, что я на правильном пути. Ответь, отвечу. Мой Иисус Христос, которому я верую и которому служу, Он сказал, ненавидят меня, будут ненавидеть и вас. И вот эта причина того, тех переживания, и когда читал 72-й псалом, и когда в жизни практически столкнулся с вот такими трудностями, натолкнуло меня на эту песню. Здесь на земле тяжело. Там не будет этого. Здесь мы переживаем и на месте жительства трудности всякие, и на работах переживаем, и в командировках переживаем, и где только переживаем всякие трудности. Там все это пройдет. Там все это пройдет. Там будут, будут разные путешествия и все, но это не будет даже командировки. Это будет экскурсия по всему миру, по всей вселенной. И там будет это совершаться с Господом. Задумавшись над этим, я и имел благословение написать вот эту песню. Как вожделенные жилища Твои, Господи, сил. Слава и благодарность. В маленькой комнатке, конечно, человек хотел небесных жилищ. Наконец-то это расширение будет. Вы помните, как мы ждали в этих очередях, особенно верующие тебя назад, назад, назад всегда. Вожделенные жилища, желанные. Спасибо за ответ на этот вопрос. Как вы стали вот композитором? Как вы стали певцом? Я не знаю, как вы подошли к этому труду? Очень интересно. Вот среди нас очень много молодежи, много детей. Хотелось бы услышать об этом. Если много молодежи, много детей, начну от вас. Украинский поэт Тарас Шевченко писал одного вирша. Мне тринадцатый миналу. Я не Тарас, но и мне тринадцатый миновал. Жили в одной хате сельской. Одна комната для жительства, другая для молитвенного дома. Папа идет на собрание, мама идет на собрание. И мой старший на два года брат Гриша идет на собрание. Он уже в числе молодежи. А мне тринадцатый миналу. Я должен пасти огнят. Пять человек моложе меня. В другой комнате. И вот это начало от того. Я плакал. Хотел тоже на собрание. Хотел тоже... Когда пошел в школу, семь лет было мне. Я уже, кто помнит старшие, вусли про Ханова Ивана Степановича без нот еще были. Пятьсот семь номеров. Я подготовлен был так, мамой особенно, что почти все песни знал, какой номер в этой книге этих песен. Это ли не Господне благословение? И вот с тех пор начало появилось. И когда я плакал, ко мне подошел однажды регент, положил руку на голову и сказал, не плачь, хлопчик. Ты, когда вырастешь, то и регентом еще будешь. А в 1947 году приехал в город Львов и пришел в церковь, и там познал Господа, там принял крещение. И там, когда пришел в хор, Господь начал во мне возгревать вот это желание. И это, я считаю, было с, как апостол Павел Тимофею пишет, с благословением рук, с возложением рук священства. Мне будто бы всего-навсего положил, на голову погладил, сказал, не плачь. А оказывается, нет. У Господа иначе бывает. Не только большая церковная церемония рукоположений, а вот даже вот такой нюансик. И с тех пор и до сегодня, слава Господу, я тружусь. Слава нашему Господу. Почаще бы мы ложили руки на головы наших детей. С таким желанием. С таким желанием. Спасибо, Дмитрий Игнатьевич. Продолжение следует...